Есть. Друзья, продолжаем тему «История Восточной Церкви». Братья и сестры. 431 год запомнили мы, да? Это год Ефесского собора. Да, и по сути, начало многобожия. Это было на Востоке, и это формировалось именно вначале чисто на Востоке, но затем оно перешло постепенно и на Запад. Так вот, и в 451 году, помните, мы обозначили тоже такую дату? Да, назрела необходимость созыва нового собора, который должен был решить кучу проблем, но создал еще больше проблем. Скажу так, если собор 431 года, запомним, друзья, он открыл ящик Пандоры, помните, что их было два собора, да? Да, 22 и 26 июня. 22 июня кто был председателем? Помните? Кирилл. Кирилл. Откуда он был? Из Африи. В Москве тогда и не было еще. Александрийская школа. Александрия, да, да. А во главе собора 26 июня был? Из Антиохии. Иоанн, Иоанн, Иоанн Антиохийский, Иоанн Антиохийский. Да, значит, о нем очень мало что известно на самом-то деле, исторически, но он был председателем и он заявил, что изменение христианства недопустимо. Вот самой доктрины, понимание, но, к сожалению, участники собора 26 июня фактически все были репрессированы. Ну да. Значит, в лучшем случае они лишились своих должностей, положения, а чаще всего были арестованы, отправлены в ссылки, и не просто ссылки, а каторжные работы и медленная смерть. Чаще всего большинство мучеников этих погибло в Оазисе Нибис. До сих пор вот в Египте Коптская церковь вспоминает вот этих мучеников, да, погибших там в Оазисе Нибис и считает это как бы одно из таких мест мучений христиан. Вот, хотя это уже христианское правительство, казалось бы, да, император христианин, но погибли люди вот именно за исповедание веры евангельской такой, да. Это малоизвестный факт. Это редко, даже кто из священнослужителей православных об этом, ну, слышали-слышали, но, как правило, не знают информации подобной, слышали, что патриарх Несторий умер там в Нибисе где-то, значит, там, ну, еще с ним кто-то еще, ну, почему, что, об этом не говорится в семинариях православных, понимаете ли, традиционных. Это обходится стороной, эта тема. Я сам когда-то для себя это открыл, я был в шоке просто. И чаще всего этим вопросом занимаются протестанты или же католики. Католические авторы для меня открыли, римно-католические авторы польские открыли для меня эту историю. Я был просто шокирован, честно говоря, да. За все эти годы никто никогда не поднимал в православной церкви этот вопрос вообще? Поднимался, поднимался и не раз. Я постараюсь сегодня и, ну, больше на завтра планирую, рассказать о некоторых реформаторах еще. Ну, сегодня тоже вспомним мы добрым словом некоторых людей. Так вот, но большой реформации не было, большой реформации не было. Были отдельные реформаторы, были отдельные даже сообщества реформаторов, как бы. Были. Ну, чуть попозже, чуть попозже. Так вот, и запомнили два этих собора. Кстати, у меня по истории церкви в семинаре было отлично. Я сдал экстерном за два класса на пятерку, отлично. Но самое интересное, я не знал, что было два эфистских собора. Вот реально, я не знал. Я как бы, я помню, эфистский собор защищал, ну, сдавал, значит, там, значит. И по поводу Кирилла, я думал, ну, это величина, он официально святой, православной церкви традиционной. Понимаете ли? Но когда через писание пересматриваешь историю, совсем по-другому все видится. Ну, ладно. Это многобожие. И помните, я вчера еще сказал так немного о том, что на места вот этих священнослужителей, да, даже от патриархов порой до простых сельских батюшек, были, повторяй, были поставлены чаще всего монахи. И монахи чаще всего совершенно необразованные, реально необразованные. Порой не умеющие ни читать, ни писать. Даже так вот. Но монахи-мистики, я не говорю, что все они были необразованные, нет, нет, я их не говорил. Есть и были монахи-образованные даже, даже высокообразованные, даже переводчики, да, вот, то же самое. А рожденные слышали? Как? Рожденные слышали. Наверное? Не знают. Возможно, да, возможно. Возможно. Вот, это только один Бог знает. И, знаете ли, ну, я про древнюю церковь в современной действительности. Я встречал монахов, которые пережили духовное возрождение свое. Но, как правило, монахи те, в истории даже, которые, вот, видно, что они пережили возрождение, как правило, они уходили из монастырей. Как, допустим, тот же самый Мартин Лютер, допустим, да. Он монах. Монах, да, типичный монах августинского ордена, и притом добросовестный монах. Но, духовно переродясь, духовно возрождаясь, он не смог оставаться там, в этой системе. И даже просвещенный августинский орден был для него тесными узами просто на простом же. Вот, такой факт. И, дамы и господа, монахи, которые были в руководстве Константинополем и Восточной Церковью, внесли ереси просто ужаснейшие. Ладно, я не буду сейчас об этих вероучениях, а то могу вас запутать. Я назову некоторые моменты сейчас, самые важные. Запомните, что собор Ефесский, значит, открыл дорогу для, ящик Пандоры открыл для многобожия, а этот собор через 20 лет открыл ящик Пандоры оккультизма. Видели ли вы, на Фейсбуке я у себя на странице выставлял, и комментировал, и перепост делал, и выставлял само видео, снятый где-то в Румынии, по-моему, снятый. По-моему, в Румынии снятый. Я сейчас не могу точно сказать. Православной церкви снятый, мощи, там, пятку чью-то, стопу, стопу, монаха, святого какого-то водой омывают, и потом за эту воду, там, бьются, значит, там, наливают всем эту воду, вот, значит, омывают с этой водой, там, пьют ее, эту воду, ужасно, конечно. Вот, именно с водой, омовение водой и использование этой воды в русской церкви и в украинской церкви это не практикуется. Но в Восточной Европе есть такие церкви, сербская, допустим, которая практикует подобный ритуал. Вот, значит, в Румынии там 50 на 50, в Болгарии практикуется подобный обычай, значит, еще где-то, ну, в Восточной Европе есть этот обычай. В Греции 50 на 50, в некоторых, там, на самом деле, православные очень разные тоже, очень разные. Есть Элладская православная церковь, такая более просвещенная, такая более прогрессивная, вот, а есть старостильные православные церкви, которые практикуют еще худшие даже вещи. В украинской церкви, в российской церкви практикуются традиции, традиция другая немного, там используется не вода, а елей, масло, но то же самое, то же самое, но, понятно, не пьется это масло. Фактически в любой храм зайдете, там, киевского, московского патриархата, без разницы, в принципе, проблема одна и та же. Там стоят такие флакончики с елеем, елей с мощей, там, допустим, Серафима Сыровского, там, с мощей, там, такого-то, Пантелеймона, там, кому угодно, там, порой десятки флакончиков с разными именами, и там написано, что елей с мощей. Что это такое? Я присутствовал при подобных освящениях, берутся фрагменты части тела также, но стопу я не видел, но, допустим, фрагмент руки, допустим, там, плеча, палец даже, да. Вот, он окунается в этот елей, там, молитва произносится, все, и потом этот елей, он разливается, значит, как елей с мощей, вот этого, такого-то святого или таких-то святых. Вот, и этим елеем помазываются, жилища помазывают, дома, машины, офисы, значит, детей, все, значит, ну, это оккультная практика. Вот, и использование мощей вообще, останков человеческих, фрагментов тел человеческих, или целых, сохранившихся, или, ну, по-гречески, липсана, это буквально прах, пепел. То есть, это любой останок, любой фрагмент тела, или целиком, или часть, пошло после вот того самого злополучного Халкидонского собора. В Халкидоне 451 год. Халкидонский собор, он называется четвертым Вселенским собором. И очень официально, если вы будете читать, допустим, какие-то источники, допустим, учебники православные, да и протестантские тоже, говорится, что официально четвертый собор, он выносил и обсуждал решение о природах Христа, божеское, человеческое, человеческое, божеское. Но это было лишь, скажу так, вот как, допустим, раньше были съезды КПСС, допустим, да, была официальная часть, публикуемая везде, значит, то, что там писали решения съезда там в жизнь, там все, зубрили все мы эти решения съездов, но была и неофициальная часть, которая была на практике гораздо более серьезной, гораздо более важной. Вот, об этой закулисной, о другой части этих съездов, некоторых из них, сегодня многие обыватели уже знают уже, ну, информация открыта. В Союзе об этом немного кто знал, в принципе, вот, я имел, не знаю, ну, как бы, честь, не честь, но, вот, вырасти в семье потомственных чекистов, значит, и, как бы, у нас иногда проникают, такие информации, такие проходила, что же реально проходило на съезде КПСС, том самом, который по телевизору показывали, что на самом деле там было все по-другому, решения были совсем иные, которые надо было воплощать, была борьба определенная. Ну, я краешком уха подросткам, но мне этого вот так вот хватало, понять, что там бардак просто. Просто там они грызутся между собой, на самом деле, по телевизору они все такие хорошие, все такие серьезные дядьки. А там была такая борьба, что КГБ с КПСС, как кошка с собакой, грызлись там между собой за власть, за деньги, за все. Вот, значит, и поэтому, когда, если другие, там, может быть, люди, они в эйфории были, вот, КГБ, там, это такие штирлицы, для меня это были люди, ну, даже если искренне, то эта система сама негодная, просто система негодная вообще. Она очень порочная система. Так вот, и, понимаете ли, так вот, то же самое о соборах. Для меня аналогия сама собой напросилась, когда я изучал историю соборов, и когда узнавал другую закулисную, вот эту подноготную сторону, да. На самом-то деле, по сути, по самой сути, собор этот вопрос ставил не о природах, там, не о вот такие догматичные, такие высокие материи, нет. Не это волновало политиков, не это волновало религиозников. И тем, а другим важным был политический заказ, ярко выраженный политический заказ на смешание христианства не просто даже с языческими некоторыми традициями, а с самыми такими гротескными, оккультными формами. То есть, император, его семья, олигархи тогдашние, богатейшие люди были заинтересованы, кровно были заинтересованы в том, чтобы христианство как можно меньше походило на то христианство, каким оно было прежние столетия, чтобы оно было похоже на отеческие, греческие, римские религии. И как можно больше оно впитало в себя вот этих традиций, вот был ярко выраженный политический заказ. И религиозники, по сути, отрабатывали этот заказ. И вот здесь, на Халкидонском соборе это очень четко видно. Если на предыдущих еще можно так вот, ну хотя нет, собор 22 июня, помните, да, я говорил, Кирилл имел сговор с императором. И было видно, что он действует, хотя документально это нигде не подтверждено до сих пор. То есть, мы не располагаем такими документами, где там, чтобы император подписал, что-то сказал. Но Восток делал такое, это на Западе больше принято, чтобы все документально. На Востоке все обычно так, авось, небось, как бы и все договорились, так обговорили, поляну накрыли, значит, и все решили. Восток дело тонкое. На самом деле. Так вот, я вам расскажу один эпизод, вам все будет ясно. Запоминаемый. Я люблю такие вот всякие исторические анекдоты, всякие исторические такие интересные запоминаемые вещи. На этом соборе, Вселенский собор, только вдумайтесь, официальные православные католические церкви признают это Вселенским собором до сегодняшнего дня. Так вот, одно из деяний собора, оно считалось ключевым, по крайней мере для императора. Ключевым считалось. Для его семьи. Потому что в зал заседания собора внесли мощи, останки умершей девушки. Мученицы, христианки, которая была уже больше ста лет мертвой к тому времени, в Халкидоне, в этой пустыне, в условиях этой пустыни халкидонской, она была, ну, засохшая. Я извиняюсь за подробности, но вот представьте себе, засохшие мощи, окаменевшие останки. Этой девушке в гробнице открытой были принесены на собор, где сотни делегатов, там, олигархи все, религиозники, политики все заседали. Так вот, для чего внесли? Якобы для того, чтобы испытать нашу православную, правую, восточную веру христианскую. Каким образом? Рукописания с исповеданиями восточной церкви, значит, тогда уже принятыми, уже вот на 22 июня и обсуждаемые там, были положены в эту гробницу к этой девушке мертвой, к ее телу. И также иные, ну, там не говорится конкретно какие, но, возможно, 26 июня, возможно, какие-то еще мнения, другие мнения были тоже записаны и положены тоже в эту гробницу. Гробница была закрыта, запечатана, значит, и председатель там, значит, своей печатью предложил, значит, государственный представитель императора свою печать предложил. Вот, молились, уже не просто кому бы то ни было, молились этой девушке. Это была Ефимия, мученица Ефимия, о ней мало что известно вообще, мученица Ефимия. Но в календаре православной церкви она дважды упоминается, и вот один из одной летом как раз упоминания, называется так этот праздник, «Чудо Ефимии Всехвальное, им же православие утвердисье». На славянском так оно звучит, это название. Я как бы этот праздник чтил тоже, как и другие, там, высокие такие большие праздники, но особенно не вникал, что же там утвердилось и как оно утвердилось. Понимаете ли, знал, что это событие Четвертого собора, но когда вник в детали, я ахнул. Как я мог это почитать? Это откровенно оккультный праздник. Так вот, молились этой Ефимии, как бы, чтобы она дала ответ. Из чего исходили, с какого рассуждения исходили эти отцы собора, что она девственница, она мученица, она чистая душа и пред Богом, чистая Бога узрит, она, как бы, может принести от Бога нам ответ. Это насколько нужно было деградировать уже сознанию служителей, епископов, патриархов, чтобы вот таким опуститься на такой уровень. Откровенный сатанизм. И Ефимия, как бы, дала ответ. Они открыли печати с нее, сломали, открыли гробницу и увидели чудо. Вот эти рукописания о многобожии, об оккультизме, они были у нее в руках. А все остальные, вот эти рукописания, были в ногах. Один из участников собора выразил несогласие, заявил, что это какой-то фокус. Он не поверил, что это было именно действием. Они не находились. Сверху. Смотрите, там же при них. Что, что? Я говорю, гроб это, что они отвозили. Не, 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 он находился там. Вот, значит, в зале заседания. Но он подозревал, что был какой-то фокус, подлог какой-то был. Вот, значит, ну, мало ли, бывают фокусы. Вот, значит, и поэтому председатель сказал так. Теперь мы вопросим Ефимию, не закрывая гробницу, прямо вот так, чтобы она дала нам ответ. И согласно официальному мнению Церкви Православной Католической, Ефимия, она так и оставалась мертвой, но вдруг ожила ее рука. И она протянула свою руку, и рукописание передало вот это определение в руки председателя. Там, представляете, так... Тот взял, ну и вопросов больше не было. Император воскликнул его двор, там, олигархи, вот великая сила Божья. Все, это вера всей вселенной теперь. А вот как вот? Ну, обратно, все. Ви, отдыхай, знаете ли, да. Это вам не вечера на хуторе где-то близ Диканьки, это Халкидон. Это все по-взрослому, ребята. Вот, значит, и, да, я думаю, если вот экранизировать такие вещи, это ужасненькие будут, да. Баги из клепа, отдыхаю. Вот, значит, можно придумать такой сериал, такой, да, христианский. Надо подумать будет, кстати, интересно. Не знаю, вот я не интересовался как-то. В фильме я ушла. Вообще мощей великое множество, особенно вот на востоке. На западе, кстати, у них тоже своих хватает, но на востоке это очень принято вообще, очень принято. В Греции есть целое хранилище мощей, километровые галереи, где там тысячи и тысячи разных мощей. У нас нет таких, после национализации мощей и изъятия церковных мощей в 20-е годы декрет Ленина был о мощах. Мы обычно декреты знали о хлебе, о мире, декрет о земле, но был декрет и о мощах, о национализации мощей. А теперь он стал мощей. Вот, значит, и мощи были, тысячи мощей были изъяты. Судьба большинства из них, скорее всего, были уничтожены. Некоторые хранились в запасниках музеев, как принято считать, и были обнаружены уже при Горбачеве. Горбачев дал команду, стали рыскать все по запасникам, по хранилищам и нашли там, допустим, в Орле нашли мощи этого Тихона Задонского. В хранилище Кровического музея хранилась гробница, как бы, ну, чисто заказные были вещи. При Горбачеве тоже, что творцев хватало. Насчет, да, ну, ладно, потому что был, ну, как бы, храмов много открывалось, нужны были мощи, а где их взять-то, понимаете ли? Ну, Греция оказала гуманитарную помощь нам мощами, мощами. Это конец 80-х. Да, значит, да, наверное, таможенники, наверное, были в шоке советские мощи, гуманитарка в России. А наши настоящие Киевопечерские? Да, ой, ладно, это, доберемся мы на Киеве еще. Вот, значит, и... Да, внимание, запомним, да, Халкидонский собор. Так вот, после вот этого решения Халкидонского собора, вот этот эпизод, чудо Ефимии Всехвальме, им же православие утвердите, считалось, на Западе, Папа Римский был скептиком, как бы, и западные епископы сказали, в Ахене, потом в Франкфуртном мане, они заявили, что, как бы, ну, мы не хотим участвовать в подобном. Ну, западные очень скептически относились к этому всему, но на Востоке это превозносили, как великую силу Божью, и разнеслось все это очень сильно, ну, западные не принимали еще в силу политических некоторых, там, моментов, они тяготились властью Базилевса, византийского, и хотели отделиться, отделяться, как бы, поэтому у них были свои, там, причины не верить. Но, по крайней мере, на Востоке это распространилось с подачи государя-императора, отныне, если раньше церкви некоторые имели мощи, некоторые не имели, некоторые хотели этого, некоторые не хотели, то теперь все были обязаны, теперь были все обязаны, и те церкви, которые не имели мощей, они были уже не церквями, все, какие-то секты, церковь должна быть обязательно с мощами. Больше того, новые храмы всегда теперь отныне закладывались на мощах, до сих пор, и когда вот новый храм закладывается в традиции, до сих пор православной восточной традиции, в том числе и вот и в Украине также традиция, то обязательно капсула с мощами закладывается в основании, значит, любого храма, вот, значит, и плюс еще чуть попозже, правда, чуть попозже, но возникла еще другая оккультная традиция с этими мощами, которая до сих пор на Востоке популярна. В западной церкви немного по-другому, западные католики, слава Богу, от многих этих традиций стали отказываться, после Второй мировой войны был Ватиканский Второй уже собор, да, который, ну скажу так, не то чтобы реформаторский, но он начал процесс реформации, реформ, начал процесс реформ. И новые костелы теперь, допустим, значит, основанные уже после Второй мировой войны, после 60-х годов, они уже не имеют этих мощей, хотя, с другой стороны, есть старые костелы, там, на мощах и с мощами и прочее, у них тоже всего хватает, всякого хватает. Но у них наметилась тенденция к реформации все-таки на Западе, но на Востоке такого пока еще не было, к сожалению, решения, именно начать реформу, пусть даже постепенные, поэтапные, как вот Александр Минь говорил, эволюционная реформация, даже такого пока еще не запущены механизмы на Востоке до сих пор. Вот, так вот, и я сам служил на мощах этих, я знаю, как бы, что такое мощная церковь, будем так говорить. Вот, ну, представьте себе, допустим, вот, если вы, допустим, заходили в храм православный или заходите, да, я люблю сам с удовольствием бывать уже, вот, собор Владимирский, допустим, да, вот там, мне нравится в Воснецово там росписи, вот я захожу с удовольствием, как художник, я еще художник по своей специальности, до церковной, моя специальность, художник-оформитель, вот, я иногда сейчас тоже беру в руки карандаши, кисти, вот, значит, и мечтаю о своей мастерской вообще, вот, чтобы реализовать эти вот планы, которые, я верю, они от Бога, мастерская Духа Святаго, такая вот, есть еще мысль такая вот, откровение такое очень интересное, вот, это и живопись, и композиция, это и музыка, и все сразу. Кстати, сегодня, вчера вечером, тоже ночью, и вот, я еще ночью открыл еще сообщения, я, может, не открывал бы их, а открыл, пришло сообщение, там у меня это, со знаком этим, срочно, от Валерии Коропа, от Валеры Коропа, да, вот, и я на молитву, а потом помолился уже, сон как рукой снял, думаю, значит, стал другие читать сообщения, там как раз эти были, от православных этих сообщений, вот, значит, и за Валеру молился, я очень люблю его, его творчество люблю очень, и с удовольствием слушаю его песни, многие, пою его песни, я просто, не знаю, ну, обожаю вот его творчество, это и, не все песни, но многие из них, они вот, мои очень любимые песни, некоторые самые любимые, вот это вот, особенно вот этот вот, А вся земля так долго на цей день чекала, коли лине з неба чистый сильный дождь, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню счастья заспевает кто-то, и цей день нарешті до нас увернувался, он принес нам вирус в светле майбутця, через свого Сина, всемогутній Батько, нам даруй реки вічного життя, Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Песня, Иисус Христос, Иисусу слава, Иисусу слава, Луная песня над спилами мира, Иисусу слава, Иисусу слава, Спевая вильно Украина, Иисусу слава, Навеки, навеки. Отец, я благодарю Тебя за Валеру, благодарю Тебя. Он надобен Тебе здесь, Господь, и Ты вдохновлял его многими песнями прекрасными. Я верю, что у тебя есть еще очень много, что ты хочешь сказать через него, через его творчество. Боже, благослови Господь. И помажь Господь сегодня, Боже, также людей, творческих, художников, музыкантов, поэтов, композиторов. Пусть прославится имя Твое Святое, Господь, через их творчество. Боже, яви Господь себя народом, Господь, через творчество разных-разных людей. Благослови. Благослови тех, кто на сцене, тех, кто у холста, тех, кто у музыкального инструмента, Боже, с микрофоном. Ты знаешь, что искушений их гораздо больше, и враг нацеливает на них, идущих впереди, на передовой, самые горячие стрелы свои. Но, Боже, я знаю, что и самая благодать Твоя, Господь, также для этих людей. И помажь, Господь, Боже, елеем своим радости и Валеру прямо сейчас, и всех братьев, сестер во имя Иисуса. И тех, кто еще не знает Тебя даже, но уже в Твоих планах, чтобы он проставлял Твое творчество. Кто, может быть, сейчас под мостом разных сцен, не славит Тебя, а славит Себя или кого-то еще, что-то еще. Боже, пусть их таланты действительно от Тебя данные. Они славят Бога Великого во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, Аминь. Аминь. И у меня сегодня ночью была такая вот как раз молитва вот за то, что творческие люди эти, они славили Христа, славили Бога, славили живого, жизнь, не смерть. И чтобы действительно вот это чудо происходило. И вот и на примере Валеры как раз я молился вот тоже за него, как раз я молюсь и благоставляю его. Верю, что даже когда мы поем, Бог касается даже его. На реанимизации я эту песню поем. А, слава Богу. Да, на реанимизации. На реанимизации, да, слава Богу. Да. Есть такие песни помазанные, которые рождаются в момент пробуждения. Это как вот, знаете, вот некоторые пробуждения, они, даже если уже прошли, то вот эти песни, оставшиеся от тех пробуждений, они как вот как памятники этому пробуждению. И они вот колышут сердца, касаются сердец. Это когда было вот американское пробуждение 60-х годов, 50-х годов, 60-х еще. Вот Мартин Лютер Кинг, вот чернокожий баптистский пастор, баптист, проповедник, пастор. Я был в его церкви, той старой небольшой церкви, церквушке. Сейчас там уже есть новая такая, большая такая, Мартин Лютер Кинг центр. Но есть и сохранилась та небольшая церковь. И там, когда нет служения, нет собрания, там звучит его голос, записи, его проповеди звучат, его молитв. Потрясающий, я просто побыл там в уединении, помолился, и вот слышу его голос. Я английский плохо знаю, но вот это помазание, вот это вот силище, которое звучало, я понимал, что это действительно великое пробуждение. И у нас мало кто знает, что он писал песни. И некоторые из этих песен, они до сих пор поются в собраниях. Я был в собрании южных баптистов, конференция даже была возле Атланты. И там пели некоторые гимны, как раз которые писал еще Мартин Лютер Кинг. Вот, потрясающие песни, пробуждения, которые напоминали людям, вот старшего возраста людям напоминали. Там я был с одним из пастырей, кстати, сегодня у него день рождения, я еще не поздравил, кстати, его. Пастыр Ричард Кулпеппер, замечательный баптистский пастыр, уже он в пятом или даже шестом поколении пастыр баптистский в Джорджии. Белый американец, очень интересный человек, очень люблю я его. Вот, и знаете, мы с ним были, как раз, на этой конференции вот этой, там, южных баптистов. И там потрясающая была конференция, больше 50 тысяч пастырей молились вместе, разных, вот этого союза южных баптистов. Сидящая в этой молитве была такая. И вот пели песни, но я на русском потом нашел некоторые переводы, но потом один из переводов мне вот понравился, я его стал петь у нас в церкви. Одно время даже мы как назвали, даже это гимном, один из гимнов нашего движения. Силою от Бога, силою от Бога, ты преодолеешь все. О, в сердце Твоем вера сильна, с ним преодолеем все. Иисус Господь наш, Иисус Господь наш, Иисус Господь наш, с ним преодолеем все. О, в сердце моем вера сильна, с ним преодолеем все. Там пели черные братья, это такие голосищи были, я в таком восторге. Ну, все-таки черные поют, молодцы, мне так нравятся братья. И вот этот гимн запели, когда там, прямо на стадионе там, где была вот эта конференция, потрясающе, мне так потрясло. Вот, и разные пробуждения, вот, допустим, даже Мартин Лютер, немецкий уже, 16-го столетия проповедник, тоже написал много гимнов. Некоторые до сих пор поются, в лютеранских кирхах я бывал тоже, и эти, как напоминание от тех великих пробуждений. Да, слава Богу, там просто, в библиотеке очень хорошая книга, тоже, о истории музыки христианской. Как раз вчера немного посмотрел, сейчас почитал, классные вещи очень. Ладно, значит, и снова на восток двинемся. Значит, я дорасскажу, дорасскажу такие истории, не очень хорошие, но надо о них тоже говорить. Так вот, примеры оккультизма сегодняшнего, который до сих пор практикуется в Восточной Церкви Православной. Значит, если вы заходили в храм православный, видели, что есть алтарная часть, она делена таким, перегородка такой, иконостас, вот, царские врата, все прочее. И когда врата открываются, там видите престол, красивый престол снаружи. Внутри полной нечистоты, к сожалению, потому что там внутри мощи. Внутри каждого престола в Православной Восточной Церкви принято греческое, русско-украинское, без разницы, белорусское, значит, мощи. Даже если это простой сельский храм, все равно хотя бы небольшая шкатулочка, гробик в форме гробика на шпонках таких. Я участвовал в освящении новых храмов, видел все это и сам укладывал эти останки человеческие, кости, фрагменты, там, кости, фаланги, пальцы, что-то еще. И потом заливали это все воском, значит, и ставили в центр престола, внутрь, самый внутрь. Вот. И потом на самом престоле сверху, на этом красивом престоле, красиво убранном, есть такой антиминс. Там Евангелие лежит, а под ним антиминс. Платок такой, шелковый платок. Плат с изображением мертвого Иисуса Христа, лежащего во гробе. И в него где-то здесь как раз вот обычно вшивается тоже кусочек мощей останки какого-то святого и прошивается там контрольной ниточкой красной такой. Значит, и подпись епископа, вот мощи там таких-то святых или такого-то святого. Вот. И считается для чего? Считается, вот начиная с того самого собора, такое мнение выразили отцы, что на Западе это приобрело потом форму такую каноничную. У нас до сих пор так вот на авось небось на Востоке. Но с тех пор считается, что это как бы есть, как бы притягивает Духа Святого, как бы вот эти моменты. Фрагменты святых, тел, они притягивают Духа Святого. И как бы вот это есть гарантия того, что Дух Святой присутствует в церкви и что в храме, и что хлеб и вино, допустим, на престоле возложенные, да, и после молитв определенных, благодаря этим вот как раз останкам, мощам, они превращаются, притворяются, значит, в тело и кровь Иисуса Христа. И все таинства совершаются и прочее, прочее, прочее. Это откровенно оккультное учение, ничего общего с христианством не имеющее, но оно до сих пор существует, к сожалению, на Востоке. Вот католики тоже так верили раньше, до Второй мировой войны. После Второй мировой войны, говорю, на Втором Ватиканском соборе было принято уникальнейшее решение о пересмотре этих традиций, пересмотре этих учений. И хотя они до сих пор не избавились от всего этого, от большей части этих проблем, но, по крайней мере, вот с 60-х годов начался процесс освобождения. Новые костелы, по крайней мере, есть харизматические, есть католики-харизматики, которые не имеют подобных вещей, хотя есть те, что и имеют. Вот, то есть там 50 на 50, вот, но в православии даже не начался, вот, у нас не было даже такого, как вот на Западе был, Второй Ватиканский, не было у нас такого еще. Вот, были намерения отдельных, Вселенский Патриарх об этом не раз высказывался, что вот необходимо на Востоке тоже собирать такие соборы, но авосыны не там, до сих пор ничего не было сделано, к сожалению. Поэтому, особенно после, там, Всеправославного собора, недавнешнего, знаете ли, у меня вообще руки-то стали пускаться, думаю, надо же, как же, ждали больше тысячелетия такого собора, и как вот, холостой выстрел, ничего так и не было решено, абсолютно, абсолютно, вопросы даже не были подняты, значит, не по поводу антисемитизма, не по поводу оккультизма, не по поводу других таких конкретных вещей. Все чисто административно, чисто так вот, ну, формализм, сплошной формализм. Но я верю, что, скажу даже не то, что верю, из того, что вы слышали чуть выше на том уроке свидетельства, знаете теперь, что я не просто верю, я знаю, что будет реформация, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И действительно, у него есть какой-то гениальный, удивительный план, я, мне самому бы интересно узнать бы его, но вот он не открывает, вот, видимо, не моего ума дело сейчас, значит, наверное, если вы все узнаете, что, как бы, как с этим жить потом. Вот, значит, но по мере, по малу, по малу Бог открывает что-то. Вот, и прошу ваших тоже молитв, участия посильного в этом служении, слава Господу, в своих церквях, где вы будете, там, в своих, там, направлениях, битвях, там, христианство, не забывайте в молитвах. Тем более, что если трудитесь в Украине, то это вам напоминание о молитве за православие на каждом углу. Вот, знаете ли, мимо храма приезжаете, значит, там, кто-то там просто перекрестился, кто-то еще что-то, а вы помолитесь, благоставите, там, бачушек, там, вот, благоставите, там, значит, кашу маслом не испортишь. Молитва – это то, что слишком много не бывает, знаете ли, благоставлять, от благоставения много что рождается вообще, прекрасно. Так вот, братья и сестры, и, к сожалению, с Халкинонского собора у нас все так и пошло, как до сегодняшнего дня продолжается. Хотя, вот, говоря о не только деформаторах, но и о реформаторах, хочу сказать, все-таки. Значит, о тех, кто, может быть, порой это похоже на, как Дон Кихота, войну, значит, и похоже на бессмыслицу, но пытались противостоять всей этой системе. Даже, вот, патриарх Несторий, там, и другие восточные эти служители, умершие, там, в Египте, на мой взгляд, это как раз те, кто пытались противостоять этой системе. Хотя, по-человечески, это было, ну, невозможно, ведь сам государь-император и вся сила огромнейшей империи против, да, и идти против вот такой системы, но они пошли. Попытались, по крайней мере. Вот. Дальше у меня там еще есть о страшном или о смешном вам, вот, я не знаю. Я все сам сомневаюсь теперь. Можно еще вопрос? Да. Вот, допустим, по Халкидонскому собору, ну, вы рассказали такие вещи, как бы, но, а что это за источники, которые, допустим, ну, рассказывают, вот, например, ну, даже сами мощи, то, что начали закладываться в официальных же, допустим, как бы, на сайтах нигде нет даже упоминания, чтобы именно там было принято решение. Да, обычно это не упоминается. Это, как бы, вообще, в семинариях говорят обычно, знаете, как, что это, мол, идет от первых христиан еще, от первых верующих, еще с катакомб. Где собирались римские, по крайней мере, христиане? Собирались, ну, не от хорошей жизни, собирались в катакомбах, там же порой были и кладбища, не только порой, а римские кладбища были. И там христиане себе тоже облюбовали какие-то кладбища отдельно, и там они делали изображения, поэтому и почитание мощей, туда ссылка обычно ведет, значит, в катакомбы, почитание икон обычно туда ведет, тоже туда ссылочка всегда, значит. Я тоже в это верил, но хотя и верил, и не верил, сомневался я, даже тогда помню, еще вот в 88-й год, там есть такой, был такой ЦАК, назывался он ЦАК, церковный археологический кабинет в Загорске. Он на весь союз славился, значит, и там экспозиции были такие, очень интересные, ну, в основном фото, но также и реконструкции некоторые, некоторые исторические материалы были, очень интересные. Археологические некоторые такие были, моменты интересные, с раскопок разных. И вот, и там, значит, первый зал, или, ну, один из первых залов, или первый даже зал, раннее христианство как раз. И там, значит, заходишь, как раз макет этих катакомб, ну, там делали семинаристы еще раньше, еще до нас кто-то были, они там такие делали, вырезали, там, клеили, все, разукрашивали, значит, интересно сделали, там, видно, где они, там, христиане ходили, прятались, там, где там, собираются. Ну, опять-таки, это предположение, вот, ничего больше. Но дальше было больше. Я почему засомневался, потому что там были фотографии с разных этих римских катакомб, идешь, и там прям вот, как будто бы ты в катакомб попал. В натуральную величину эти рисунки выставлены, фотографии большие. И вот, что у меня были сомнения, там были очень разные рисунки, на самом деле. И в том числе там были, вот, ну, как мы говорим, фашистская свастика, допустим, да, изображалась и в одну, и в другую сторону, значит, там, и украшали вот эти первые, мол, это работа ранних христиан. А я спросил, значит, этого, кто там был, Игумен, или кто там отвечал, там, он водил на эти экскурсии. Я спросил его, говорю, отец Игумен, так и так, вот, значит, а вот, значит, почему там свастики вот эти изображены? Это же, ну, говорю, ну, это оккультные символы какие-то. Он говорит, не-не-не-не, это, вот, знак полноты откровения Духа Святого. Значит, и ранние христиане, как бы, этот знак, просто немецкие фашисты, говорят, это похабили, а вообще, да, это, вот, это древний православный знак, вот, символ полноты, полноты откровения Духа Святого, ломанный крест такой, как бы. Вот, как бы, и вот ранние христиане, вот, именно, противостояли, как бы, всему миру, это, и вот, говорю, а вот, как же там символы, говорят, рыбка, что-то еще. Это, вот, мнение католических авторов, это мнение, там, больше литераторов даже. А конкретно символом ранних христиан была свастика, вот, значит, и там украшалась свастика, как говорится, и катакомбы Прискиллы, и другие катакомбы римские некоторые. Я потом стал интересоваться, думаю, стоп, есть ли свастик, но я не то, чтобы, там, историю оккультизма, там, хорошо знаю, но я понимаю, что это символ оккультный. Хорошо, но мне было интересно, почему, вот, это все выдается за раннее христианство. Вот, оказывается, значит, в римских этих катакомбах, кроме вот этих свастик, были также изображения порнографические, вот, их десятки этих изображений есть, тех лет, как раз второе-третье столетие, потом десятки изображений Зевса, потом Юпитер-Зевс, потом Орфей, потом одно из изображений, которое выдается за раннее, одно из самых первых изображений Иисуса Христа, там он изображен таким юношей, безбородый юноша, овечка, еще одна овечка, там, на нем что-то накинуто такое, пасашок такой небольшой, значит, и, но самое интересное, изображение Христа, говорится, да, но там четко, ну, не совсем четко, но прочитывается Орфей наименование. Вот, значит, а я спрашиваю тоже, почему, вот, значит, ну, если это Иисус, почему они подписали Орфей? А вот специально, чтобы задурить голову язычникам, чтобы, если непосвященный попал сюда, чтобы он, значит, пониматели, ну, как бы, чтобы это не понималось, как Христос, чтобы потом его под Орфеей замаскировали, как бы, изображение Иисуса. Я стал анализировать, взял это изображение, сравнил с изображением Орфея, античным изображением, другие, ну, которые официально в музеях есть, один к одному. Это, поэтому, почему в катакомбах порнография? Почему? Потому что там собирались не только христиане, там собирались всякого рода извращенцы. Почему в катакомбах оккультные знаки? Потому что там собирались также оккультные секты. Не все, что Рим гнал, не все это были христиане. Римский закон запрещал некоторые культы, откровенно сатанистские, связанные с человеческими жертвоприношениями, они были запрещены официально. Представители этих культов, если вылавливали власти, они их подвергали казням таким же. На рассерзании хищникам отдавали также, или же распинали, или же сжигали живьем. Притом, один из запрещенных культов Изиды, извращенных, имевших ярко выраженное такое, ну, там, педофилия, там, значит, и убийство, приношение детей в жертву, он был запрещен в Риме, и около трех тысяч последователей этого культа было выловлено в Риме, была облава массовая, заранее власти готовились, ну, у них тоже была своя полиция была определенная, они готовились к этой облаве, и около трех тысяч человек было поймано, мужчин и женщин, это последователи этого культа. Именно поймали больше, но многих отпустили. А около трех тысяч осудили по этой статье за, включая каннибализм, там, что-то еще, значит, запрещенное в Римской империи, тоже собиравшихся в этих же катакомбах. И их казнили, около трех тысяч человек публично в Риме казнили, также на торжествах в римском Колизее, там, значит, и распинали, и сжигали также. Поэтому не думайте, что римский, там, закон осуждал только лишь христиан, и гнали только лишь христиан, гнали откровенных сатанистов, гнали извращенные культы, потом, то есть, те, что нарушали официальные законы римские, их было много, в Древнем мире их тоже хватало, будь здоров. Вот, значит, и вот черные магии, практиковавшие черную магию, также, вот почему свастика там, значит, практикуется, которые на смерть делали людям, вот, и собирались тоже в катакомбах. Понимаете ли, в какой глупой ситуации оказались историки, выдавая все, что в катакомбах этих, за раннее христианство. Это невероятнейшая глупость вообще. Не то, что подавляющее большинство, почти все, что в римской катакомбе находится, на самом деле не имеет никакого отношения к христианам. Сейчас я уже это смело утверждаю. Раньше я еще колебался, сомневался, но когда сравнивал изображение, для меня было откровение вот этого Орфея, того же самого, там еще пару изображений я сравнил просто, с языческими, откровенно хранящимися в музеях мира, современных, один к одному. Поэтому я сегодня уже официально открыто заявляю, что никакого отношения эти изображения к христианству не имеют. Это откровенно оккультные вещи, которые, почему их выдают за христианские, чтобы оправдать, найти какие-то объяснения всем вот этим недоразумениям, которые имеют сегодня место быть, да, тому же самому идолу поклонству, многобожию там и прочее, прочее, прочее. Антисемитизму тому же самому и даже оккультизму. Даже оккультизму. Потому что священники, некоторые монахи, в частности, сегодня практикующие оккультные традиции, даже черной магии практикующие непосредственно. Ну, об этом даже в СМИ даже попадает информация, сегодня все больше и больше. Вот, то есть те священники, которые, допустим, живых там заживо отпевают, значит, там наводят смерть, порчу. Вот, и это практикуют, ну, насколько я знаю, десятки священников. Просто раньше информация об этом не поступала в СМИ. Сегодня об этом все больше и больше информации. То есть откровенные колдуны. Вот, я общался со священниками, у меня было пару встреч с такими священниками, которые откровенно мне признавали, что служат дьяволу. Откровенно. Я думал, один из них мой тезка, кстати, тоже Сергей. Отец Сергей, значит. И я поначалу подумал, я был сам тогда священником традиционным, я подумал, он либо прикалывается, либо, ну, как бы, потому что он сказал мне об этом, а сам смотрит на меня так, что ждет моей реакции. Я думал, ну, что, а я не знал, как себя вести. Ну, я, я, а почему я решился с ним поговорить, почему я решился с ним так вот, ну, на эту тему как-то оккультную поговорить, потому что его жена, матушка, для меня это было шоком, официально она в газетах печаталась, как матушка такая-то, и она там выливала воском, выкатывала яйцом, снимала порчу, заговаривала детей, там, детское, что-то еще. То есть, откровенно оккультная традиция. Вот, значит, и его жена была, значит, там, в Рязанской области, там, начало 90-х, она это в газетах публиковалась. Тогда это было ужасно модно, очень даже. Вот, но меня поразило то, что она жена священника, при том, значит, благочинного священника, понимаете ли. Я поэтому решился, будучи там, у них там в райцентре, я нашел момент, заехал, там, я знал, где он живет, вот, и решился на разговоры. Ну, я думал, ну, как бы, может, ну, чтобы он, ну, как бы, ну, не знаю, я даже не знаю, что, но, что это недопустимо вообще, что это недопустимо, чтобы жена священника занималась подобным. Вот, значит, но самое интересное было дальше в разговоре. Он, значит, признается, что моя жена, говорит, да, ну, она ведьма, но она, говорит, белая, а я, говорит, черный. И потом я ему спрашиваю, ну, я пытался ему, ну, думаю, наверное, он просто шутит или прикалывается, я серьезно не воспринимал его тогда. Он сказал, а я служу дьяволу, говорит. Ну, я, значит, ну, ну, он протеерей, благочинный, как бы, значит, ну, у меня не помещалось в голове. И все, и смотрит так, что, ну, знаете, вот, как вот, не знаю, на подопытную мышку какую-то смотрит на меня. Я ему пытался что-то еще говорить, ну, и как об стенку, вижу, как об стенку горох, вообще, он вообще не воспринимает ничего того, что я говорю. Ну, ладно. Потом о чем-то еще поговорили, о машине поговорили, как раз он купил новую машину, значит, смотрели там что-то еще. Ну, глупости какие-то, он там баньку себе построил, там что-то еще. Ко мне, как монахи с Даниловского монастыря приезжают, мы там паримся в баньке. А потом я узнал, что они там с мальчиками парятся, там они там, педофилии у них там. Это потом я уже узнал. Я же не знал этих вещей, я думал, ну, просто банька, банька, значит, все. Ну, к нему с Москвы приезжают, там, от патриарха эти монахи парятся. Вот, ну, ладно, как бы, я даже и усом не вел. Ну, а потом, когда к другому священнику заехал, в том же благочине, который подчинялся этому Сергию, старшему священнику, я ему сказал, что я ему так, ну, ну, сказал, что он какой-то странный, говорю, у вас благочин это, и ведь матушка его смотрела. А он говорит, да, а он уже знал все это, оказывается. Он все это знал. Он говорит, а ты, да, она белой магией практикует, а он черный. Он на смерть делает, она, вот, вроде, как бы, на жизнь, как бы, значит, они, как бы, вот, скоперировались. Говорят, что, правда, что ли? А ты не знал? Я говорю, откуда я знал? Я в Рязани, я там, сижу, значит, я вообще не слышал, что... Мне даже в ум не приходило, что матушка, жена священника, может заниматься в газете. Они говорят, вот, смотри, да, реально, вырезки за каждый месяц там публикуются, притом бесплатно, потому что там, они боятся этого священника, потому что там прежний редактор там что-то затачивался, он на него что-то сделал, тот засох, вот, и у него рак, и все, и он быстро скончался. Поэтому следующий редактор бесплатно, ему печатают каждый месяц все это, потому что боится его, этого священника. Вот, матушка, она добрая, говорит, а он, говорит, он злой, говорит. Вот, ну, два волшебника в одном. Вот, я думал, наверное, это уникальное что-то. А потом я узнал, что, оказывается, внутри Русской Православной Церкви существует определенная секта. Они не говорятся, но они друг друга знают, эти люди, которые конкретно служат дьяволу. Вот, значит, там есть епископы, метрополиты, и, в общем-то, я про патриарху не скажу, я со свечкой не стоял, но, по крайней мере, люди возле него откровенно занимаются магией, притом черной магией. Вот, значит, и, понимаете ли, я теперь знаю, что люди, религиозники, как и политики, да, они, имея деньги, огромные влияния, они знают, в кого веруют, они знают, кому служат, но, делающие такие дела, они знают, что делающие такие дела, написано в римлянах, помните, первой главе, достойно смерти. Я раньше не понимал этот текст, потом стал понимать, став священником уже. Но не только одобряют, но делают, но и делающих одобряют, написано. Я, как бы, не умещалась, но, став сам священником, я и пообщавшись с парой таких встреч, у меня было конкретных парой встреч, а остальные я знал в случае не лично, а со слов этих священников, а из уст других людей, будем так говорить, других людей. Допустим, один из них был начальник типографии, но не той, в другом районе совсем, тоже Рязанской области, не, Московской области, вот, в другой стороне вообще от Рязани. Я разговаривал с начальником типографии, а я печатал газету, их как раз заехал, значит, и такая история была не очень хорошая. Одним словом, я узнал подробности, что мои коллеги там занимались черной магией, непосредственно. И он, как, он там местный богатый человек, он в этом участвовал, в этой, как бы, вызывании духов и прочее. Понимаете ли, подавляющее большинство священников обычно об этом либо не знают, либо знают, да, молчат, или же знают, но, понимаете ли, есть такая вера, вот священников вера, священников, вот я верил в эту веру, что, как бы, есть вот настоящее православие, а эти люди, ну, они сами себе ответят, как бы, если они так вот нечестием занимаются, эти священники, они, как бы, вот, да, бог им судья, вот, мне нужно о своих грехах думать, а не о них, о их грехах, там, значит, как бы, и все. Вот смиряйся, вот и все, живи так. Я так вот и жил некоторые годы, но в 96-м году уже, как вот в украинском говорят, обрыдло, обрыдло. Знаете, я понял, что я не могу быть частью этой системы, которая, скажу так, как это помягче сказать, противобожная система. Откровенно противобожная система. Религиозная, христианская, но противобожная система. То есть есть христианство без Христа, а есть христианство против Христа даже, которые, конкретно христианство, которое против Христа воюет непосредственно. Вот таких я встречал людей лично даже. И теперь я уже знаю, повзрослел, поумнел, я теперь знаю, что эти люди не шутили, ну, и тогда уже, как бы, уже слышал свидетельства. Но, друзья, скажу следующее. Я у Максима Максимова бывал часто одно время, когда он еще в Алмате там бывал, и там у них преподавал, проповедовал. И Максимов, он очень интересный такой человек. И я ему как-то сказал одну фразу. Мы общались о реформации, как раз, о реформаторах. Мы снимали программы, целую неделю снимали с ним. Правда, потом пришло КГБ Казахстана и все забрало. Все тексты, все записи, все-все-все-все. Абсолютно. Поэтому из того, что мы целую неделю отснимали с утра до вечера, только лишь две или три программы вышло в эфир. И то потом все это сняли с ТНЛ. И меня запретили снимать в ТНЛ вообще, значит, тогда КГБ Казахстана. Но там были московские товарищи. Некоторых из них там знали в Казахстане. Они официально от КГБ Казахстана, но они были москвичами. Непосредственно работали от Москвы. Вот. Все было изъято. От мобильных телефонов до жестких дисков и все-все-все полностью. Вот. И Максимов сказал, мы даже копии не сделали. Потом он стал делать копии и отправлять все за океан в Америку, чтобы хранилось все это. Вот. Сейчас, скорее всего, там, да. Вот. И, знаете, ну тогда еще было посвободнее. Я вот и летал к нему в Казахстан. Значит, и представляете, я ему сказал фразу интересную такую. Одного из лидеров пробуждения еще сто лет назад больше был такой в России Проханов, Иван Степанович Проханов. Один из лидеров тогда пробуждения, такой апостол реформации того времени, евангельский верующий. И он, у него была такая фраза. Христианин – это неисправимый оптимист. Я Максимова, да, я это сказал, но он за словом в карман не лезет и говорит, а пессимист, говорит, батюшка, это вот информированный оптимист. Так. Что же ему ответить? Нашелся. Я сказал, что, а ведь Бог, он самый информированный из всех информированных. Однако же остается оптимистом. Значит, пессимист – это неправильно информированный или дезинформированный оптимист. Потому что информация может быть очень разной. Но вся информация у Бога, вся информация не в оккультных мирах, вся информация не в каких-то противобожных системах, нет. Вся информация у Бога. И однако же он до сих пор остается оптимистом. А это о чем говорит? Что человек ограничен, да, в своем познании, но доверяющий Богу и соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. И он есть оптимист тогда. До революции, еще в конце 19-го столетия в Петропавловской крепости, да, сейчас пойдем уже, там, значит, один из заключенных написал на стене каземата такие слова «Со Христом и в тюрьме мы свободны, без Христа и на волю тюрьма». Аминь. Все, до встречи, да. Слава.